Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорить». Представляем вам обзор сегодняшних событий в изложении наших авторов. Как всегда, сегодня поговорим о том, что случилось в Рязани, что обсуждается горожанами, какие даты и как отмечались в этот день. Главное сегодня в коротком изложении. Новые беженцы в Рязани прибыли переселенцы из юго-восточных регионов Украины. Помнить о Курске в Рязани почтили память моряков, погибших в Баренцевом море 14 лет назад во время аварии на подводном крейсере. А теперь во всем по порядку. Сегодня отмечается 110-й годовщина со дня рождения цесаревича Алексея Николаевича, наследника царского престола. Он родился в 1904-м военном для России году. Рождение престола наследника пришлось на разгар русско-японской войны, и всех солдат в этот день объявили его крестными, что символизировало неразрывную связь царской фамилии с русским народом. Воспитывался наследник с малолетства так называемыми дядьками, боцманом и двумя матросами. Играл он, как и все мальчишки в солдатиков, устраивал игрушечные парады, маневры, сражения. Позже вместе со сверстниками, среди которых главным образом были дети нижних армейских чинов, проходил, как сейчас бы сказали, начальную военную подготовку. Мальчишки отправлялись в походы, пели военные песни, занимались гимнастикой, сами варили себе картошку с гречневой кашей. По линии матери Алексей унаследовал гемофилию, болезнь носительницами которой были некоторые внучки и дочери английской королевы Виктории. Впрочем, отмечают современники, недуг не сказался негативно на характере Алексея. Он отличался простотой общения, живостью, любил подвижные игры, любил жизнь. Свою нелегкую царскую долю наследник принимал достойно. Впервые на самую настоящую Первую мировую войну прибыл в 10-летнем возрасте вместе с отцом, самодержицу Николаем II. Из верховной ставки в Могилеве вместе ездили на боевые позиции. Он общался с ранеными. В те дни царевич Алексей получил первое военное звание, стал ефрейтором. А вообще, по сложившейся традиции, Алексей являлся атаманом всех казачьих войск, шефом нескольких войсковых подразделений. То есть, все как положено. Будущий государь, с детства защитник Отечества, слуга России, отец народа, командир воинам. Позже, в годы революционного переворота и последующего отречения Николая II от престола, именно Алексей должен был взять власть в государстве и стать царем державы. Однако, ввиду болезни наследника, его отец, российский самодержец, передал власть своему брату, великому князю Михаилу Александровичу. Фактически, с точки зрения основных законов империи, это было незаконно. Однако, судьба и рок сыграли свою роль. Сын императора России, юный и прямой наследник, не получил ни знаков власти, ни ее самой. Кстати, чуть позже Николай II все же передал телеграммой свое согласие на вступление Алексея на престол. Но известий так и не было отправлено Временному правительству. Пришла смута, и новым властителям стало не до высочайших посланий. Так нарушилась в великой традиции государства. А потом рухнула и сама державная империя. Символично, что и говорить. Сегодня Россия вспоминает своего последнего царевича. Болезненного, но любознательного, честного и прямого мальчугана. Воспитатель цесаревича Пьер Жиляр так писал о нем. В душе этого ребенка не заложено ни одной скверной или порочной черты. Русская земля получит не только прекрасного и умного государя, но и прекрасного человека. Однако так и не получила Россия прекрасного государя-человека. Цесаревич был расстрелян большевиками вместе со всей монаршей семьей. Наследнику престола не исполнилось тогда и 14-ти. Продолжаем украинскую тему. Вчера в Рязанскую область прибыло еще около полусотни беженцев из юго-восточных регионов соседней нам страны. Сейчас люди находятся в двух пунктах временного размещения. Они обеспечены всем необходимым для проживания, сообщают рязанские сотрудники МЧС. В ближайшее время с переселенцами начнут работать представители ФМС и службы занятости. Между тем, обратные движения на украинский юго-восток согласованы сегодня. Россия совместно с представителями Красного Креста отправляет в военные регионы гуманитарный конвой. Колонна, как сообщает информагентство, выехала из подмосковного Алабина. Помощь доставит 280 КАМАЗов. На Украину отправлено продовольствие, в том числе сахар, крупа, детское питание, а также лекарства, спальные мешки и портативные электростанции. Информацией к сведению ООН сообщает, что по данным организации, с середины апреля по конец июля на Украине погибло более тысячи мирных жителей. 3,5 тысячи ранено. Это только официально опубликованные цифры. Каковы точные данные, в ближайшее время вряд ли кто установит. Люди, приехавшие из горячего Донецкого региона, рассказывают о самой настоящей войне, какую раньше они видели только в хронике Великой Отечественной. Выстрелы, взрывы, кровь, смерть, дети, выглядывающие из подвалов домов. Не слышно ли вой снарядов и мин? Тела погибших на еще недавно мирных улицах? Сегодня нам удалось записать рассказ Олеси Самойленко. Она приехала в Рязань из города Ждановка, это Донецкая область. Вот что происходит в пылающем регионе, слова очевидца. Олеся Самойленко приехала из города Ждановка вместе с семьей брата. Она одна воспитывает двоих девочек и пока не знает, как объяснить им, что здесь можно не бояться голосомолетов. Ее дом на родине пока не разрушен, но жизнь стала невыносимой настолько, что пришлось взять детей в охапку и ехать через блокпосты дальше от бомбежек. Банки позакрывались, позакрывались все учреждения. Средств для существования в дальнейшем как бы нету. Остался страх, страх потому что как бы ушло воровство людей, детей. Решила, что хватит, надо текать, потому что ждать больше лучшего нечего. Вот страшно по дороге до границы. Мы, как говорится, с проводником ехали по этим гильзам, по этим четыре, проехали блокпоста. Люди в масках, люди неизвестные, что, как, ждать. Конечно, да, это было очень страшно. Вздохнули именно только когда, когда пересекли границу. Все. Правда, что даже там, на Украине, есть друзья, есть враги, есть люди, которые совершенно не понимают, почему они воюют друг с другом? Да, самое обидно, что так и есть. Даже есть люди, которые соседи, вроде бы раньше были бы соседями, сейчас даже родственники между собой, которые, например, живут в Донецкой области и за Донецкой, можно сказать, не общаются друг с другом. Западная Украина, люди, вообще, я не знаю, какая там у них информация, но люди просто отказываются общаться с этими людьми, с людьми из Донецкой области. Украина поделилась сейчас полностью. Я не знаю, почему так наш Донецкий край так ненавидят, за что. Видите, Донецкий край славится тем, что там много шахт, люди работают, люди занимаются. Даже когда начиналось это все на Майдане действие, у нас все работали даже до последнего. Сейчас люди работают, они надеются, что все-таки, даже сейчас людям не платят по 2-3 месяца зарплату, но люди ходят на работу, надеются, что все-таки им это все закончится. Сегодня главные заботы – это, конечно, дети, которых нужно одевать, кормить, водить в садик и школу. Олеся надеется, что когда-нибудь они забудут людей в масках и увидят свой родной край богатым и цветущим, как раньше. Надо добавить, что завтра мы ждем Олесю Самойленко в студии программы подробностей. Возможно, нам удастся записать более обстоятельное интервью, которое, на наш взгляд, будет не менее ценным свидетельством о том, что происходит в Донбассе, чем сообщение многочисленных информагентств. Так что ждем среды. Ну, а пока мы продолжаем говорить о событиях сегодняшних. 12 августа Россия вспоминает трагедию подводного крейсера «Курск». 14 лет назад в Баренцевом море во время учений затонула наша субмарина. Погибло 118 моряков, среди которых были и рязанские враженцы. Их память, а также память всех подводников с погибшего Курска почти летием утром в столице области, рассказывает Оксана Тебенихина. Ровно 14 лет назад мир облетела страшная весть. В Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». Вся страна переживала за подводников, а затем оплакивала их. 118 членов экипажа были погребены заживо на глубине 108 метров. Среди них были и наши земляки. Трое настоящих мужчин. Андрей Борисов, Александр Рузлев, Анатолий Беляев. Мы помним их имена. Мы чтим память о них. Ежегодно 12 августа делегации, состоящие из родственников погибших, ветеранов войн, моряков Северного флота, навещают могилу единственного похороненного в Рязани члена команды Курска Андрея Борисова. Это была трагедия не только Краснознаменного Северного флота. Это была трагедия всего военно-морского флота, всей нашей страны, родственников и родителей, ближайших к которым отцы и сыновья служили, проходили службу на атомной подводной лодке «Курск». Эта боль до сих пор во всех нас в груди. В этом году в школе номер 62 был открыт музей памяти затонувшего атомохода «Курск» и членов его экипажа. Здесь собраны газетные статьи, посвященные трагическому событию, фотографии команды, памятные экспонаты. Коллекцию пополнили картина, на которой изображен крейсер «Курск» и медаль, награда за службу на подлодке, которую вручили отцу Александру Рузлеву, Владимиру Николаевичу. Он также является бывшим подводником. Одно время даже служил вместе с сыном. Лично я служил тоже подводником на атомной подводной лодке 26 лет, в одной дивизии с сыном. И в тот день, когда подводная лодка погибла, вместе с экипажем, я еще служил, находился на военной службе. И убыли мы своему суперкулью, вместе с сыном на том же самолете, на котором его отправили в город Сасов. Об этом очень мало говорится сейчас. Моряков-то, Рузлев, это у нас вообще супопутный город, вы прекрасно знаете. А сейчас нас видят, нами гордятся, нас везде в школы приглашают, на всевозможные мероприятия приглашают. И так вот случилось у нас и здесь, и так будет всегда. Мы должны то, что у нас есть, мы должны передать, воспитывать молодому поколению. Во все времена нас объединяло горе. Это, к сожалению, не писанный закон гражданского общества. Курск стал еще одним современным символом мужества российских моряков. Кстати, вначале эксперты, как одну из причин гибели российской подлодки, рассматривали ее столкновение с натовской субмариной. Это не домыслы. Такие факты, по счастью, с менее трагическим исходом, имели место, например, в 86-м и 92-м годах. А на днях представители главного штаба ВМФ сообщили журналистам, что в минувшие выходные в акватории все того же Баренцева моря была обнаружена иностранная подлодка, предположительно, класса Вирджиния, к которым относятся атомные суда четвертого поколения. Непрошенные гости, образно говоря, попросили удалиться, предъявив в качестве аргументов противолодочную ударную группу, а также специальные самолеты Ил-38. Контакт с иностранной, скорее всего, американской подлодкой продолжался около получаса, после чего она покинула район. Нежелательных гостей, правда, классом пожиже и вполне земных, призвали к ответу рязанские полицейские. На улице интернационально они взялись по личным квартирных воров. Оба жителей Ивановской области в Рязани, надо полагать, пребывали на криминальных гастролях, задержали преступничков прямо у подъезда дома, где они обнесли одну из квартир. После досмотра у преступных коллег были обнаружены похищенные из квартиры вещи, а также инструментальный спецнабор профессионального злодея. Вот некоторые эпизоды встречи правоохранителей и нехороших жителей Ивановского региона, которых, добавив, впоследствии припроводили под стражу и каждого обременили очередным, отнюдь не первым в их биографии, уголовным делом. Сумочки во внутреннем кармане, под молнией, обнаружены. Изделия из металла желтого цвета. Похожа на золото. Одно изделие в форме иконы с креплением в виде креста. Фамилия не значит, что так. Воробьев Евгений Михайлович. Сумочка вам продлежит? Да. Так, пункты. В сумочке у нас находятся часы фирмы Спутник. Типы карты. Мир здоровья. Фото плюс. Евгений Михайлович Иванова. Иванова? Че Иванова? Где живешь? Иванова. В Рязани что делаешь? В гости приехали. Кому? К сестре. Когда? Сегодня. Сестра, где живешь? На Г улице. Ну, какого-то поэта. Ну, а как же ты говоришь к сестре, а не знаешь улицу? Как часто в Рязань приезжаешь? Ну, и так часто. Ранний судимый? Да. По каким стадиям? 158-я, 2-я. Задержан за что? Пока не предъявляли ничего. Пока не предъявлял ничего, да? Только что 20 минут назад что совершил? Ничего не завершил. С какого подъезда вышел? Все, все, все. Свобода. Мечта. Это был последний материал выпуска. Далее в нашем эфире информационная программа подробностей. Ведущий Евгений Зызин встречается с председателем правления региональной организации инвалидов и ветеранов локальных войн Александром Костровым. Речь пойдет о поддержке тех людей, кого Родина в недавнем прошлом призвала выполнять воинский долг. О тех, кто вернулся из боев, про которые когда-то запрещено было даже рассказывать. Но мы расстаемся до завтра. Увидимся в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова